Всем добрый-предобрый вечер из Прованса! Сегодня у нас пятница и значит вечер пиццы. Но сегодня не вечер птицы. Птицы, хотела сказать. Да, лучше бы птицы, да? Вот, у нас сегодня не вечер пиццы. У нас сегодня вечер вот таких, как они? Фюэйте по-французски. Называется плетенок со шпинатом и с козьим сыром. Заказал Владислав. Рецепт есть на канале Худеем по-французски Селена Франц. И фрит, картошка фрит у моих мужчин. Так что у нас здесь не совсем правильная сегодня еда, но очень-очень вкусная. Как я вам всегда говорила, всегда должно быть 20% того, что ты хочешь. И тогда все будет просто замечательно. Поэтому вечер пиццы не отменяется. Вечер картошки фрит. Сегодня с утра я убирала террасу. Ну, то есть Александр ее убрал. Я достала скатерть, подушки. Так как уже теплота, будем обедать, скорее всего, на террасе. Смотрите, как у нас чистенько стало. Александр все сорняки убрал, пересадил. Оливковое дерево в большую. Горшок большой. Розочка. Глубника Даниэль. И здесь у нас кофейный уголок. Вы меня спрашиваете, Лена, мало-мало цветов? Ну, потому что мало цветов. Во-первых, поливать в этом году разрешат или нет, не знаю. Будет засуха или не будет. Здесь у нас уже наша крыша начала листочки выпускать. И, во-вторых, потом в Баркарес поедем. Потом, ну, может, купим несколько цветочков. И что там будет с работой Александра. Когда уезжаем, они цветы все, в Баркарес уезжаем, они тут все погибают. Поэтому, ну, зачем? Александр уже. А пока ты дальше? Он говорит, там у них веточки, которые после зимы засохли. Он подстригает оливковое дерево. Он сегодня должен был вернуться в 2 часа ночи и вернулся в 5 утра. Поспал немного. И вот уже занимается своей террасой. А я в субботу очистила все чайники. Как я чищу, показывала на канале Экономная сверячка во Франции. Да, очень просто. Заменила фильтры, все очистила уксусом простым. Чайничек чистый. Фильтр тоже тот заменила. Этот менять не нужно. В телеграм-канале разговаривали про посуду и про фильтры. У меня идея заменить все сковороды. Сейчас про Тефаль нам здесь не очень хорошую информацию сказали. Если вам интересно, то расскажу. И я вот думаю, какие сковороды мне купить. Какие у вас, напишите в комментариях. Мне много не надо. Мне нужно большую одну сковородку, маленькую. И кастрюлю какую-нибудь хорошую. Ну, посмотрим. Я уже, в принципе, знаю, какую французскую марку мне хочется. Я вам показывала. Но нужно посмотреть. Подумать. Сегодня в Провансе. На солнышке было 30 градусов. Сейчас температура снижается. Александра немного... О, вид мезон. Уля. Вид мезон это когда распродают весь дом. Или переезжают, или кто-то из пожилых умер. И тогда вот делают дети вид мезон. То есть вид это очищать. Мезон это дом. Очищать дом. И продавать все, что есть в доме. И они, кстати, уже делают целый месяц. А вот. Александр немного отдохнул. Мы сейчас съездим, потому что завтра у племянницы, у старшей день рождения. Мы снова не попадаем на день рождения. В этом году мы попали ни на один праздник. Потому что Александру не дают выходные. И поэтому он сегодня немного печальный. Говорит, я уже не могу. Все, устал. Он говорит, тебе надоело. Он говорит, да, очень. Он говорит, особенно в жару становится тяжело. Сегодня ночью даже у нас было уже 12 градусов. И патрулировали они. Много-много всего случилось. В 5 часов только пришли домой. И, конечно, он мечтает о новой работе. Мечтает, мечтает. О, сукоса. Сыкалька. Мы съездим по-быстрому, купим подарок. И Влад за нас, за всех завтра пойдет на день рождения. Вот так. Так и живем. А что поделать? Без работы никуда. Сегодня суббота. И странно, французы никуда не едут. Обычно в субботу много народу на дорогах. Может быть, они только поели и сейчас отдыхают. Но нет, есть машина. Вот здесь есть машина. А потом они все поедут по магазинам. Как всегда. Что буду покупать племяннице? Посмотрю что-то для дома. Потому что она переехала в новую квартиру. Поэтому что-нибудь ей нужно для кухни. Так и у нее почти все есть. Но все равно, чтобы доставить удовольствие. Она очень любит принимать гостей. У нее постоянно друзья, аперативы. Поэтому мы возьмем ей какое-нибудь классное вино. Маршалей или каляшный? Деванцы, транс. 32 года. 32 года ей уже. И мы возьмем ей какое-нибудь вино. Я хочу ей выбрать какой-нибудь ликер. Хочу что-нибудь для дома. Небольшое такое для кухни. Ну и все, наверное, не знаю. И потом заедем за цветами. Я думаю, ей такой подарок понравится. Она меня всегда просит какие-нибудь специи. Мне тогда из России присылали. Я ей давала кучу специй. Также она любит косметику. Да, она все для дома любит. И для себя тоже любит. И, знаете, такое продуктовое. Всякие шоколады, чаи. Она постоянно ходит на какие-нибудь мероприятия. Не на мероприятия, а даже на базары такие, где представляют разные небольшие марки и покупает разный чай и разные специи для дома. Она у нас вообще любит готовить. Наверное, в Лильяну пошла. Потому что Лильяна обожал готовить. Так что, если что-то интересное куплю, то обязательно вам покажу. Я тут плачу, сижу. Александр говорит, все, для птиц больше не покупаем. Потому что уже много мух, уже много насекомых. Или они у нас будут ленивые. Я говорю, ну как мы не будем их покупать? Буро. Террибль. Он говорит, я ужасный человек, не хочу для птиц покупать. Он говорит, они привыкнут, а потом не смогут сами, самостоятельно. Иду себе искать. Как вы думаете, прав Александр или нет? Мне их так жалко. Я говорю, они перестанут к нам прилетать. Он говорит, не перестанут. Они привыкли прилетать. Но они же поесть прилетали. Их столько много. Не знаю, нужно кормить птиц весь год. Или Александр прав. Нужно только им в холодное время помогать. А когда уже 26 градусов, то нужно их оставить самостоятельно. Выкручиваться. Напишите в комментариях. Интересно будет. Почитать. Ой, я бы весь год покупала. А здесь вот в магазинах много народов. Здесь у нас казино. Но мы его не любим. Здесь Люклер Драйв. Здесь у нас Лидл. Магазин большой. И он, кстати, новый. И потом вот он сразу к Граммфрей. И сейчас мы... Ой, все косо, а тут все. Бе, это Тулли камел, Кисгар, Ла, Ортилер, Ла. И мне бы... Оля, не? Ты не знаешь? Бе, я буду essayer. Оля, все камел, Сумер, Ла. И ла? Друга. Ну? А ты вакараман антре камел? Ну, слушай, мы припарковаться не можем. Не можем. Не можем. Ой, а там все съели. Алекс не любит, когда я волнуюсь рядом. Он прям на меня кричит все время. Успокойся. Ладно, пошла я. Все, уже столы, шезлонги. А, кстати, хорошие шезлонги. 59 евро. 60 евро. Зонтики. Все, все. Для лета. Ого, сколько. Новый. Завоз, наверное. Некогда время нет у Алекса. Им после обеда на работу. Поснимать меня для вас. Пойдемте искать подарок. Мне нужно сумку еще для подарка найти. А, вон они, они. Смотрю, маленькие чашечки с именами. Свечи, смотри. Я там, вон. Я видел, там, вон. Пап. Он сон, вон. Мимик. Привет, мама. Мимик. Мимик. Ребенок чуть не упал. Смотрим свечи. Мы уже вернулись домой. Купили подарок для маржори. Но, я думаю, показывать или не показывать. Вдруг она посмотрит видео и увидит свой подарок. Поэтому, не знаю. Может быть, покажу. А может, не буду показывать. Заехали также в Гранд Фрей. И что можно купить на 52 евро в магазине Гранд Фрей. Не много чего. Но сейчас буду называть вам цены. Итак, мы купили 12 яиц органических. Кстати, яйца недорогие. Стоят 4,89. В нашем магазине намного-намного дороже. Затем скир из козьего молока. Из овечьего молока. Скир от производителей. Здесь у нас сколько? 400 грамм. Я взяла его, чтобы делать хлебушек и выпечку. 2,99. Можно сказать, 3 евро. Затем наш любимый сыр. Бриян Саварен. Он стоит килограмм 19,49. Здесь 244 грамма на 4,79. Затем галушки, любимые Владислава и Александра. Евро 99. Вот эти самые классные девочки в магазине Гранд Фрей. Затем большое ведро греческого йогурта. Настоящий греческий йогурт. Я вам уже показывала. 1 килограмм стоит 4,99. Можно сказать, 5 евро. Наше любимое масло. Я взяла с солью подкопченой. И с лимоном нам очень понравилось масло. И в нем нет подсолнечного масла. Поэтому я взяла. Каждое масло стоит... Нет, одно масло с солью стоит 2,19. С лимоном 2,49. Любимый сыр Владислава. 3,89. Каждый сыр. И вот кордон блю. Это у мясника делают кордон блю. Это здесь сыр и индейка. Владислав очень любит. Стоит 5 штук. 7,77. И я обожаю вот эту рыбу. Она подкопченная. Макро. Это у нас вы мне говорили. Опять забыла по-русски. Как не сардины. А макро. Забыла. Ладно, ничего страшного. 200 грамм. Стоит 4,99. И хотела найти дикую форель. Но не было. Пришлось покупать обычную. 6,83 килограмм. Стоит 26,99. Вот такая у нас закупочка. Сегодня с утра пеку свой кокосовый хлебушек. Уже давно не пекла. Александр попросил. Он его тоже очень любит. В принципе, его можно сделать и сладким, и просто в виде хлебушка. Рецепт есть на канале Худеем по-французски Селена Франц. И смотрите, клубника Даниэль потихонечку начинает спеть. И знаете, она такая классная, вкусная. Вкус похож на землянику. Я Александру говорю, первый раз. Не знаю, что это за сорт, но прям вкус земляники. Здесь, конечно, во Франции землянику не найдешь. Если кто-то знает, подскажите мне. Я бы очень хотела купить варенье или просто купить замороженную землянику. Конечно, в лесной землянике вкус совсем иной. Мы с родителями собирали это что-то. Владислав еще спит. Сейчас я буду собирать подарок маржури. И потом он поедет в гости. Ну, а мы сегодня так. Выходной дома. Вот такой хлебушек у меня сегодня получился. Я добавила куркумы и имбиря. Каждый раз стараюсь добавлять разные специи. И если вы добавляете пряности, то получится почти пирог. Как делают французы. Они пекут на низкоуглеводном питании или из миндальной муки. Но из кокосовой муки лучше. Затем вырезают вот здесь серединку. Сейчас у нас сезон клубники. Они берут сметану. Можно брать какой-нибудь такой греческий йогурт. Его взбивают вместе с подсластителем. Например, со стевией. И выкладывают на пирог. Внутрь пирога. И все это закладывают клубникой. Это очень красиво и вкусно. И сверху клубнику немного ванилью и лепесточками миндаля. Получается очень вкусно. Поэтому основа может быть вот такая. Как я уже сказала, рецепт есть на канале Худеем по-французски. Селена Франц. Крем самый простой. Самая вкусная сметана с каким-нибудь подсластителем. И клубника. Почти получаются взбитые сливки. Можете сделать взбитые сливки. Разрезала, чтобы вам показать. В разрезе он вот такой пористый. Очень-очень нежный. И он очень хорошо заморозится. Можно сразу испечь побольше. И кусочки заморозить. Потом в гриле разогревать. На утро я обожаю. Ну вот, подарок для маржери готов. Влад сказал не показывать. Потому что все смотрят мои видео. Поэтому придется мне не показывать. Какой красивый пакет. Он понравился. И там много всего. И вкусного, и полезного для дома. Смотрите, какая красота у нас в холмах. Я здесь решила сделать небольшую прогулочку перед обедом. Пока Александр еще на работе. И вышло. А здесь букеты цветов. Цветут везде. И везде, и везде, и везде. Такое чувство, что у нас все холмы кулин. В букетах. Невероятно что-то. Мальва дикая цветет. Далеко ходить никуда не надо. И там все, 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 все. Первый раз я вижу такое в Провансе. Не знаю, почему-то последнее время они так не цвели. А в этом году прям букеты. Сегодня душно. Очень-очень душно. И такое чувство, что пойдет. А вот целый букет. Здесь тебе и тимьян, и мальва, и какие-то цветы. Наверное, пойдет или будет дождь. Или вот чувствуется даже, как будто бы гроза. Но уже жара. Все в футболках. Очень душно. Вот там он. Дорога. Розовая дорога. Здесь, наверное, уже последние маки. Вот здесь. Я люблю. Я люблю. Во-вторых людей. Продолжение следует...